Приветствуем наших зрителей в последнем на этой неделе выпуске 3D News Daily с подборкой новостей из мира высоких технологий. Поезд, который доставляет людей из Нью-Йорка в Сан-Франциско за полчаса, пока существует лишь в воображении Элона Маска. Но уже к концу этого года будет запущен первый рабочий прототип этого футуристического транспортного средства. Об этом изданию Engadget сообщил недавно назначенный на должность генерального директора Hyperloop Technologies Роб Ллойд. Без оговорок не обошлось. В этом году первых пассажиров в вакуумную трубу протяженностью более 3 километров на скорости близкой к звуковой отправят только если строительство полигона на окраине Лас-Вегаса завершится в заявленные сроки. Вакуумный поезд представляет собой систему, состоящую из труб с сильно разряженным воздухом и перемещающимся по ним капсул. Каждая из них оборудована турбиной, перекачивающей воздух с высокой скоростью и таким образом разгоняющей капсулу и одновременно создающей эффект воздушной подушки. Трудно представить будущее с вакуумными поездами и без смартфонов, которыми можно управлять при помощи мысли. Очередной шаг в этом направлении сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Команда под руководством Майка Ючи разработала первый в мире автономный 64-канальный электроэнцефалограф. Хотя технология все еще крайне молода, исследователи надеются, что она найдет применение не только в нейротерапии, но и в других перспективных отраслях, в том числе и в нейрокомпьютерных интерфейсах. При использовании обычного электроэнцефалографа кожу в месте контакта обрабатывают проводящим гелем. В случае с новым изобретением этого не потребуется. Специалисты разработали технологию использования сухих электродов, обеспечивающую высочайшее качество электроэнцефалограм. Этот причудливый шлем, похожий на осьминога, оснащен электродами из сплава серебра и углерода, способными считывать показания с минимальной погрешностью через волосы пациента. Созданная учеными программа способна отделять сигналы, идущие от разных структур мозга, поэтому движения человека не отражаются на результате. По словам Чи, новое устройство позволит вывести нейровизуализацию на новый уровень, ведь с его помощью исследования можно будет проводить не только в лаборатории, но и в повседневных ситуациях. А вот стартап Bleepcast не торопится притворять в жизнь фантазии футуристов. Его инженеры считают, что еще не все прочно вошедшие в нашу жизнь устройства раскрыли свой потенциал. Взять, например, смартфоны, почему бы не использовать их Wi-Fi-модули для получения звукового сигнала с телевизора или компьютера, чтобы вы могли смотреть телепередачи или слушать музыку в наушниках, не мешая близким? Устройство с аналогичным названием для мобильных аппаратов на базе Android и iOS недавно появилось на Kickstarter. Эта маленькая коробочка позволяет транслировать 16-битный аудиосигнал с частотой дискретизации 44 кГц на любую модель наушников, подключенных к смартфону. Цена Bleepcast высоковата — 99 долларов, но, судя по числу вкладчиков, есть люди, считающие, что такую сумму стоит заплатить за комфорт своих родных, которых раздражают посторонние звуки. Если создатели соберут нужные 100 тысяч долларов, Bleepcast поступит в продажу в ноябре этого года. До встречи, друзья!